Кладбище автомобилей Шатильон. На юге Бельгии, возле небольшого городка под названием Шатильон, прямо посреди леса гниют сотни старых автомобилей. Даже сегодня совершенно точно никто не берется утверждать, зачем, почему и для чего собраны здесь эти автомобили, почему их оставили гнить. Но существуют две самые популярные версии происхождения этого кладбища, и видимо какая-то из них есть правдивая. По одной из версий, эти машины когда-то принадлежали солдатам из США, которые были дислоцированы в этом регионе. Неизвестно, как они доставали эти автомобили посреди войны, но личные авто были у многих. Когда Вторая мировая война закончилась, все военные вернулись в США, но перевозить автомобили было слишком дорого. Офицеры решили оставить все машины американцев в Бельгии. Автомобили плотно расположили на холме, скрыв их от посторонних глаз, с расчетом на будущую транспортировку в Штаты. По возвращению домой, солдатам было предложено самостоятельно возместить расходы, необходимые на транспортировку автомобилей, но ни один из них не согласился, так как сумма доставки получалась дороже, чем сам автомобиль. По другой, менее логичной версии, все автомобили в этом лесу были коллекционными или редкими экземплярами, и какие-то якобы состоятельные коллекционеры решили таким образом уберечь автомобили во время войны в лесу, чтобы те не были растащены или разобраны. Но по окончанию войны что-то помешало забрать эти автомобили из леса. Изначально в Шатильоне было 4 кладбища, на которых располагалось 500 автомобилей. Сейчас остается всего одно. За долгое время от коррозии и гниения большинство автомобилей просто развалилось, а то, что осталось, было разобрано местным населением и коллекционерами автомобилей. Свалка автомобилей на алмазных шахтах в Ораньемунде. Это такой город в Намибии, а не ругательство. Это небольшой городок, который полностью принадлежит совместному госпредприятию Намибии и алмазной корпорации Де Бриз. В районе городка, который расположен недалеко от устья реки Оранжевой, есть огромные залежи алмазов. И, собственно, весь город был построен для проживания горняков. В эту область практически невозможно попасть. Периметр патрулируют вооруженные охранники. Любое несанкционированное владение алмазами грозит тюремным сроком до 15 лет. Но известен Ораньемунд и как место расположения одной из крупнейших в мире автосвалок. После того, как автомобиль въезжал в город, он больше никогда его не покидал. По-видимому, так было сделано, чтобы предотвратить незаконный вывоз алмазов. Некоторые из ржавеющих машин очень старые. Попадаются экземпляры даже до 1920 года производства. На этом кладбище даже пылятся танки Второй мировой войны, которые ранее здесь применялись для выравнивания песчаных дюн. Кладбище советских подводных лодок на Кольском полуострове. В бухте под названием Незаметное, что находится в Заполярье, медленно разлагаются давно уже умершие подводные лодки. Печальное зрелище, ведь для огромного количества моряков они были домом на долгие месяцы и даже годы, а теперь просто груды металлолома и память отважных моряков. Бухта эта находится внутри погранзоны, поэтому доступ туда возможен только тем, кто имеет местную прописку или пропуска. Но от близлежащих городов Гаджиево и Снежногорска имеются нелегальные тропы по пересеченной местности. Примерно в конце 70-х годов бухта Незаметная стала использоваться как кладбище кораблей и подводных лодок, некоторые из которых атомные. Судоремонтные заводы в те времена с большим трудом справлялись с ремонтом текущих и аварийных заказов, поэтому задачи разделки старых подводных лодок им, как правило, даже не ставились. И решалась проблема утилизации довольно просто. Если не расстрел в качестве мишени научения, то буксировка в отдаленную бухту, где корпус лодки вскоре сам ложился на грунт. По рассказам ветеранов, в 80-х годах некоторые лодки и корабли там все еще были на плаву. Потом все же ВМФ решила их разобрать на металл, так как ржавчина от корпусов и остатки горюче-смазочных материалов засоряли акваторию. Некоторые корпуса были лебедкой вытащены на берег и так и оставлены догнивать уже на берегу. Железнодорожная свалка в городе Барри, Великобритания. В 1955 году национализированные британские железные дороги объявили о своих планах пустить на металлолом большую часть своего парка. Недавно выведенная из эксплуатации техника включала в себя приблизительно 650 тысяч вагонов и 16 тысяч паровозов. Пути британских железных дорог были не в состоянии справиться с такими объемами, и многие из поездов были проданы частным свалкам по переработке металлолома. Среди них была и свалка братьев Вудхэм в городе Барри, Южный Уэльс. Поначалу паровозы разрезались и пускались на металлолом сразу же, но к осени 1965 года владелец свалки Дай Вудхэм решил сосредоточиться на более легкой работе по утилизации вагонов. Ржавеющие паровозы остались на улице, где они вскоре стали популярной городской достопримечательностью. Энтузиасты вскоре поняли, что братья Вудхэм давали прекрасную возможность приобрести редкие локомотивы для сохранившихся линий, которые начали открываться по всей стране. Многие модели, находившиеся на свалке Дая, было невозможно найти больше нигде. В сентябре 1968 года первый спасенный паровоз покинул свалку, и скорость спасения локомотивов только увеличилась в 70-х годах. В конце концов, к большому удивлению Дая, было вывезено 213 паровозов. Последний покинул Барри в марте 2013 года. Несмотря на это, сегодня на этой свалке по-прежнему находится огромное количество вагонов и паровозов. Дай, который умер в 1994 году, очень гордился своим участием в спасении паровозов для будущих поколений. Сегодня многие паровозы из его двора работают на сохранившихся железнодорожных линиях по всей Великобритании. Кладбище мотоциклов в северной части штата Нью-Йорк. В небольшом городе под названием Лакпорт в штате Нью-Йорк ранее был старый склад, который стал настоящей легендой в среде мотоциклистов. Склад когда-то принадлежал человеку по имени Кол, который владел несколькими салонами мотоциклов. Покупая дешевые японские мотоциклы, а также различные сломанные, он очень скоро накопил огромное количество транспортных средств. В 1970-х годах для хранения своей огромной коллекции Кол купил специальное помещение, а в 1997 году продал его вместе с хранившимися там мотоциклами. Покупатель, которого звали Фрэнк, собирался использовать склад для продажи запчастей для мотоциклов. Тем не менее, здание пришло в упадок, и Фрэнк не смог окупить затраты на его реставрацию. В конце концов, на склад был наложен арест местными властями, из-за чего больше никого не пускали посмотреть на коллекцию. Фотографии кладбища впервые появились в апреле 2010 года, в результате чего энтузиасты и любители мотоциклов стали искать это кладбище, а некоторые даже успели купить редкие раритетные мотоциклы и запчасти к ним. Кладбище техники на дне озера Байкал Немногие знают, но акватория живописного озера Байкал представляет собой огромное кладбище техники на дне озера. Сотни легковых автомобилей, снегоходы, грузовики, трактора и даже железнодорожные вагоны и самолет. Вся эта техника накопилась в глубинах озера за многие годы, и долгое время не было попросту технических возможностей, чтобы ее оттуда поднять. На протяжении последних 15 лет, в ходе экологических экспедиций, технику достают с глубин озера, но меньше ее там не становится. Каждый год из-за нарушения техники безопасности под лед уходит большое количество машин. В очистке акватории принимают участие не только профессиональные спасатели, но и дайверы-любители. Начиналось все с учебных погружений в Байкал, в ходе которых водолазы находили на дне технику и сообщали координаты спасателям. Кладбище трамваев убитых General Motors, Калифорния. К началу 20 века практически в каждом населенном пункте США с населением больше 2,5 тысяч человек была своя собственная система электрических дорог. Помимо этого, трамвайные линии связывали огромное количество городов между собой. Самый длинный непрерывный маршрут составлял более полутора тысяч километров, а средняя скорость междугородных составов составляла 130 километров в час. В течение некоторого времени трамвайным компаниям и автогигантам удавалось нормально сосуществовать и развиваться. Однако к 1920 годам продажи автомобилей General Motors начали стремительно падать. Те, кто хотел и мог позволить себе личный автомобиль, уже приобрели его. Остальные 90% передвигались в основном на электротранспорте. В докладе советника Сената США Брэдфорда Снелла 1974 года были приведены доказательства того, что с 1936 года по 1950 годы General Motors создавали подставные холдинговые компании, через которые скупали трамвайные линии и ликвидировали их. Применялись прямые угрозы, шантаж, обманы, подкуп чиновников. Использовались обширные связи руководства в правящих и банковских кругах. В итоге на смену трамваям постепенно пришли вонючие медленные автобусы. Производителем этих автобусов были все те же General Motors. Ну а неудобные графики, теснота и духота салонов этих автобусов вынуждали американцев приобретать личные автомобили. Суд посчитал доказанным только заговор с целью закупки производства General Motors. За нарушение антимонопольного законодательства компания была оштрафована на 5000 долларов, а каждый из руководителей компании всего на 1 доллар. Трамваи к тому моменту уже исчезли практически из всех городов и цели коварной компании были достигнуты. Кладбище техники в Чернобыле В прошлом моем видео про заброшенные кладбище техники и оборудование многие в комментариях спрашивали, почему в топе нет чернобыльской стоянки техники ликвидаторов. Потому что я, когда готовил материал для ролика и читал про чернобыльскую зону, выяснилось, что техники там осталось очень мало. Посмотрел ролики походов в зону. И правда, от былых стоянок многих единиц техники остались лишь фотографии, а техника чудесным образом куда-то исчезла. Давайте посмотрим, как выглядело кладбище техники ранее и коротко углубимся в историю. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, которая находится в 150 километрах от Киева, возле города Припять, прогремел взрыв четвертого энергоблока. Реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. 30-километровая зона вокруг АЭС стала полностью непригодна для жизни. В эту зону попало несколько десятков сел и населенных пунктов, которые люди были вынуждены оставить. Эта авария стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики. На ликвидацию последствий были брошены сотни единиц техники. Самосвалы, бульдозеры, различная советская и импортная спецтехника, военные, гусеничные машины и вертолеты. Вся эта техника после завершения работ была собрана возле села под названием Расоха. Абсолютно все машины, вертолеты и другая техника в Чернобыле были настолько покрыты радиоактивными частицами, что дальнейшая их эксплуатация была попросту невозможна. И все они стали экспонатами знаменитого чернобыльского кладбища техники. Многие машины, которые наиболее сильно фанили, были закопаны. Например, первые прибывшие на тушение пожарные машины. За время существования этого кладбища техники зафиксированы многие случаи мародерства, начиная еще с советского времени. Пропадали запчасти, моторы и наиболее ценные детали. В начале 90-х также была зафиксирована волна вывоза техники из зоны. Тогда вывозили преимущественно двигатели и радиаторы, которые снимали с грузовиков. Ну и на протяжении всего времени постоянно что-то пропадало и сдавалось на металлолом. На сегодняшний день точно никто не может ответить, куда делась вся техника. Видимо, главную роль сыграло время. Радиоактивные железки попадали на металлоломы в переплавку малыми партиями. И на протяжении трех десятков лет техники становилось все меньше и меньше. Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока.